МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Благоустройство городских территорий Саров принимает участие в программе поддержки местных инициатив. Товары и услуги. 15 марта. День защиты прав потребителя. Самое красивое событие весны. Студенты с РФТИ готовятся к ежегодному творческому конкурсу. Далее расскажем обо всем подробно. До 16 миллионов рублей может получить Саров из областного бюджета на благоустройство дворов в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Новые детские площадки, ремонт тротуаров, расширение проездов и прокладка канализации. Каждая из представленных на конкурс инициатив имеет все шансы на сфинансирование из области. Опыт прошлого года вдохновляет. Благодаря ПМИ удалось реализовать все восемь заявленных проектов. В этом дворе на улице Куйбышева абсолютно очевидно не хватает парковочных мест. Автовладельцы оставляют свои машины прямо на газоне. И если зимой проблема не так ярко выражена, то летом изъезженный газон уродует пейзаж. А в сырую погоду грунт с него автомобили разносят по всему двору. Поэтому вместе со своим депутатом жители домов решили облагородить стихийную парковку, организовав таким образом порядка семи машиномест. В прошлом году был сделан проект на это расширение. В этом году будем реализовывать по программе поддержки местных инициатив. В том числе с участием граждан и спонсора. Специально разрабатывали проект таким образом, чтобы ни одно дерево, ни один кустик не был затронут, дабы избежать компенсационного озеленения и таким образом удорожания проекта. Общая стоимость проекта – 340 тысяч рублей. В случае, если он пройдет конкурсный отбор, половину суммы выделит областной бюджет. Еще 30% – городская казна. Остальное – средства жителей и спонсора. Год назад по такой схеме в этом же дворе появилась детская площадка. А вот в ТИЗе, благодаря программе поддержки местных инициатив, в прошлом году заасфальтировали три проезда и проложили канализацию по двум улицам. Общая стоимость работ – порядка семи миллионов рублей. Вдохновленные результатами жители микрорайона и в этом году заявились на конкурс с не менее масштабными проектами. При положительном решении конкурсной комиссии в ТИЗе появится еще два заасфальтированных проезда и еще по двум улицам проложат канализацию. Каждый проезд по ремонту покрытия будет где-то в районе миллиона рублей. И еще канализация на 4 миллиона рублей. Но окончательная стоимость будет определена уже по результатам конкурсных процедур. Эта программа поддержки местных инициатив, она очень хорошо нам в помощь. И я думаю, что в дальнейшем мы продолжим реализовывать такие проекты. Всего в рамках ППМИ в этом году в Сарове может быть реализовано 8 проектов. Софинансирование по каждому из них может достигать 2 миллионов. Чтобы войти в программу поддержки местных инициатив, необходимо провести собрание жильцов. А после протокол собрания и документы по проекту представить до 23 марта в департамент городского хозяйства. Время еще есть, но, как утверждают специалисты, в конкурсных вопросах важна каждая минута. Срок подачи тоже бывает влияет. Если мы наберем, например, одинаковое количество баллов любой из проектов с каким-то другим проектом, кто быстрее привез, играет роль. Вопросы благоустройства остаются приоритетными как на уровне федерации, так и на уровне районов и муниципалитетов. В прошлом году в Сарове софинансирование в рамках ППМИ получили все 8 заявленных проектов. Есть надежда, что в этом году ситуация может повториться. Более подробную информацию об участии в программе поддержки местных инициатив можно получить в ДГХ по телефону 97768, а также у депутатов по своему округу. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потребителям предлагают повысить грамотность в сфере цифровой экономики. Под девизом идет – это сделаем цифровые рынки справедливыми и честными. С чем это, в общем-то, связано? У нас сейчас очень много граждан приобретают товары через интернет и сталкиваются с очень многими препятствиями. Покупки через сеть интернет – достаточно новая сфера на рынке, и потребители часто сталкиваются с неблагонадежными продавцами или некачественным товаром. И, как следствие, повышается процент обращений за помощью в решении сложных вопросов. Вместе с тем граждане стали гораздо лучше ориентироваться в законодательстве, и это снизило процент жалоб в других категориях. По продовольствию есть обращения, но их стало меньше. Все-таки люди у нас образованные, они сейчас смотрят на упаковку, что они покупают. Но жалобы есть, и иногда их количество доходит до 20 в неделю. Как выяснилось, зачастую соровчане предпочитают решать проблему на месте и только в крайнем случае обращаться за помощью к специалистам. Соровье, мне кажется, это, ну, скажем так, достаточно такая спокойная тема, и если какие-то затруднения возникают, они достаточно быстро решаются. С человеком приходишь, товары некачественные возвращают. И возвращают либо товары более качественные, либо дети. Вы когда-нибудь сталкивались с нарушением прав потребителей? Да, только что. Решили на месте проблему? Ну, еще пока не решил, но буду обращаться. По данным специалистов, с каждым годом у граждан растет желание и решимость защитить свои нарушенные потребительские права. Повысилась и результативность защиты прав потребителей. Большинство продавцов и производителей товаров и услуг, увидев грамотно составленные претензии, стараются не доводить дело до суда и удовлетворяют законные требования потребителей. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. С 1 июня в России вступят в силу новые стандарты дорожной разметки. Зоны, где запрещен обгон, впервые обозначат желтым цветом. А полосы движения на перекрестках покрасят в синий. Новые обозначения на асфальте не дадут водителям пропустить зону разворота или запрета выезда на перекресток. Нововведения призваны привести российские стандарты в соответствие с положениями таможенного союза. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская область накроет снегопады. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. В ближайшие дни в Нижегородской области ожидается снег, метель на дорогах Накат и Гололедица. Наибольшая вероятность осадков прогнозируется в Сарове, Нижнем Новгороде, Лыскове, Виксии и Павлове. В Сарове прошла внеплановая проверка пассажирского транспорта. Как сообщает Департамент городского хозяйства, перевозчиков проверяли на соответствие требованиям пожарной безопасности. Напомним, 2 марта на улице Академика Харитона сгорела маршрутка. Предполагаемой причиной пожара стала неисправность электрического оборудования. В ДГХ пообещали усилить контроль после рейсового осмотра транспортных средств, а также провести дополнительные инструктажи со всеми водителями. Нижегородцы стали призерами чемпионата России по-параски. Соревнования на днях завершились в Челябинске. В командном зачете сборной региона под руководством Соропчанина Кирилла Тюпанова завоевали серебряные медали. Волонтеры Центра «Радость моя» при Храме всех святых регулярно проводят акции, направленные на помощь незащищенным слоям населения. В числе которых многодетные семьи, люди в трудножизненной ситуации, пожилые и инвалиды. Благодарительные сборы посвящают крупным православным праздникам. В эти дни в нашем городе проходят пасхальные дни милосердия. Про образ вселенной или символ новой жизни. В этом году православное сообщество отметит Пасху достаточно рано, 8 апреля. Подготовка к одному из самых главных христианских праздников идет полным ходом. Дети вместе с родителями делают поделки с изображением пасхальных яиц, а волонтеры Центра «Радость моя» при Храме всех святых проводят очередную благотворительную акцию. В первую очередь она направлена на помощь всеми детьми-инвалидами в нашем городе Сорове. Кроме этого, конечно, мы ездим потом с пасхальными подарками в детские дома. Какую-то часть помощи получает наша больничная группа волонтерская. Центральным событием пасхальных дней милосердия по традиции становится большой красочный праздник с мастер-классами и интересной программой. Для тех, кому не удалось на него попасть, добровольцы организуют выезды на дом. Но любое доброе дело невозможно без поддержки. Поэтому в рамках пасхальных дней милосердия волонтеры проводят сбор средств на организацию поздравлений и адресную помощь детям-инвалидам. Акции проходят в крупнейших торговых центрах города – Атом, Плаза и Куба. Можно даже предложить свою помощь во время проведения праздника. Наши волонтеры, они же, вот всегда мы устраиваем праздник, нужно проводить мастер-классы, накрыть праздничный стол, потом убрать. То есть, если кто-то хочет присоединиться к этому делу, пожалуйста, мы всегда рады и милости просим. Благодаря помощи горожан, 7 лет подряд добровольцам удается подарить светлый праздник Пасхи практически 150 семьям. Принять участие в акции можно будет с 15 по 17 марта, а также 20, 22 и 23 марта. В будни с 17.30 до 20.30, в пятницу с 5 до 8, а в субботу с 12 до 15 часов дня. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Доказать, что ты самая талантливая, спортивная и умная. Саровчан приглашают на самое красивое студенческое событие этой весны – мисс РФТИ-2018. В этом году в нем приняли участие 6 студенток первого курса. Финал пройдет в Центре культуры и досуга 16 марта в 7 часов вечера. Подробности далее. Репетиции, проходки, подбор образов, доведение танцевальных и вокальных номеров до идеала. До финала мисс РФТИ-2018 остались считанные часы. Но участницу конкурса Александру Шанину это не пугает. Несмотря на все сложности и усталость, девушка готова идти к поставленной цели до конца. Я уверена в своих силах, хотела, чтобы меня узнали, и думаю, мне это будет очень полезно. Каждодневные репетиции Саши только в радость. Девушка уверяет, что любит пробовать себя в чем-то новом, но неизменной страстью для нее остается хореография. И в качестве домашнего задания на суд зрителей жюри Саша подготовила русский народный танец. Я вообще с детства люблю танцевать. И почему именно русский народный? Потому что сама тема концерта, чем мы гордимся в нашей стране. Я вот горжусь именно русской культурой. Аня Тержновой готовить творческое домашнее задание не нужно, да и выходить на сцену ей не придется. Но все равно каждый вечер она проводит на репетициях в актовом зале. И для Ани этот конкурс не менее важен. Как организатор такого масштабного мероприятия я выдвигаюсь в первый раз. Для меня это огромное волнение, это огромная работа проведенная. В этом году тема конкурса Мисс Арфти «Я горжусь своей Россией, я горжусь своей страной». И для того, чтобы подготовиться к финалу и удивить зрителей, у участников и организаторов ушло больше месяца. Сюрпризов будет очень много, номеров будет прекрасных очень много. Самый шикарный, самый красивый номер – это будет вальс девочек. Также зрители ждет интеллектуальный конкурс. Каждая девочка представит свои домашние задания, но не менее ярко. Финал конкурса Мисс Арфти пройдет уже в эту пятницу, 16 марта, в Центре культуры и досуга. Начало в 7 часов вечера. Приглашают всех желающих. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Но найти лакомство по душе можно в Центре культуры и досуга в НЕВ. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы вновь в нашем городе. В Центре культуры и досуга в НЕВ с 16 по 18 марта проходит ярмарка «Медовая феерия». Те, кто однажды приобрели здесь мед, уже с нетерпением ждут возвращения Михайловых в Саров. И такая популярность этого меда вполне понятна. Пчеловоды лично следят за качеством продукта и предлагают покупателям только самое лучшее. Есть на ярмарке и популярный и доступный цветочный мед. Всего 300 рублей за килограмм. Эталон меда липовый. Мед с прополисом и маточным молочком. Горячишный мед. Мед диких пчел, а также редкие сорта этого натурального лакомства. Например, хвойный мед. Собирается он не с цветков, а собирается с медвяной рысы. Чем он полезен? В нем очень мало содержания белка и очень большое содержание йода и минеральных солей. А йод – это очень хорошо для щитовидной железы. Хорош хвойный мед и для укрепления иммунитета. Отличным профилактическим средством в канун сезона простуд станет и мед с пергой – настоящий кладезь полезных веществ. Очень большое количество минералов и биологически активных веществ, которые присутствуют в перге, дают такой эффект, что поднятие иммунитета. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши кости и суставы, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней с 16 по 18 марта. Вас ждут в Центре культуры и досуговнеев с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Ирунич. Всем вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!